Дамы и господа, снова здравствуйте, снова вечер, снова вторник, и сегодня, кстати, вечер и вторник далеко не простой. Так уж получилось, что впервые за четвертый год, как идут традиционно по вторникам наши прямые эфиры здесь, в сообществе Тульского самоварного комбината Тулавар. Меня зовут Егор Пронин, я историк, гид по Туле, и так уж получилось, что в первый раз наш прямой эфир попадает на вечер 31 октября, заканчивается второй месяц осени, и завтра уже ноябрь. И да, что уж там говорить, все знают, что сегодня вот тот самый одиозный, ну, назвать его праздник, но, конечно, тут же много людей добавит, что это вовсе не праздник, а если праздник, то и не наш, ну, да, в европейских странах, в Америке вообще это, по идее, день всех святых, а во всем мире вот это Хэллоуин, вот этот самый вечер, ночь с октября на ноябрь, когда там наряжаются всякой нечистью, эти тыквенные головы и все прочее, да, доброго вечера всем. И родилась идея покопаться, что называется, в истории, и вот как раз наши друзья из Туловар подкинули мне идею. Не про Хэллоуин сегодня говорить, ну, и тема спорная, и вообще, ну, действительно как-то вот, ну, нечаянный, не самоварный это вечер и ночь, а просто посмотреть поглубже, и в нашей истории действительно есть ведь, скажем так, ну, аналог или не аналог, можно провести параллели с Хэллоуином или нельзя, это вот как раз Велесова ночь, языческая, древняя восточнославянская традиция, которая выпадала вот именно в аккурат на те же даты, что и древний кельтский праздник Самайн, тот самый, который вот считается Хэллоуином как раз. И вот лучше ударить, что называется, по-своему, что это за ночь такая Велесова, кто такой этот самый Велес. Мы подходим исключительно чисто с исторической, такой вот развлекательно-познавательной точки зрения. Ни в коем случае не является наш эфир там каким-то там неоязыческим или там еще каким-то теплое, уютное чаепитие вообще ведь на самом деле. Вы там чай себе наливаете, завариваете, ну, а я тут уж в сообществе Тулавар, ВК, фоном вас поразвлекаю, что-нибудь такое вот порассказываю. Да, сегодня заканчивается октябрь, сегодня 31 число, и еще в детстве, помню, в газете еще в Петрозаводске мы жили, и попались некоторые приметы октября-ноября, и сегодня, вот я за всю жизнь что-то запомнил, почему-то врезалась в память, вот некоторые даты, сегодня день Осия Осеннего. И как поэтично говорил русский народ, на Осию колесо расстается с Осию. Проще говоря, если перевести на современный язык, все, ребята, никакой больше летней резины, кто еще куцей катается, ну-ка марш переобуваться, все, только зимнюю. Хорош. В старину, когда машин не было, считалось, что в этот день уже вот все, колесный путь, предел ему в этом году, дороги для телег, для колесного, так сказать, гужевого транспорта, становятся уже непроходимыми. И здесь либо ждать скорее снега, чтобы уже на полозья, чтобы уже на санях разъезжать, ну, либо дороги такое месиво, что уже просто вот караул, не лучше ли вообще подождать, пока все это хотя бы каким-то морозцем подхватить, съездить уже вообще невозможно. Вот как раз оси осенней. Заканчивается октябрь, листобой, листопад, грязник, зазимник, как называли на Руси этот месяц, поэтично так вот говоря, что октябрь землю покрывает, где листом, где дождем, ну, а где и снежком. Да, действительно, в прошлый четверг, получается, 26 октября, прямо вот такая вьюжечка небольшая у нас по Туле пронеслась, и снежком вот попорошила, все-все-все, первый снег уже был. Хотя вот, например, я помню октябрь 25 лет назад, 98-й год, я в 8-м классе учился, там еще даже 10 октября не наступило, уже первый снег прошел, уже Тулу побелел, но потом, конечно, он сошел, безусловно, ясное дело. Вот. Наступает ноябрь, все, завтра уже 1 ноября, да какой там завтра-то уже, все, вон, уже меньше, чем через 3 часа уже ноябрь, как называли этот месяц ворота зимы, или если, ну, у нас сегодня такой вот зловещий эфир, это ведь должен быть, надо мрак немножко нагнать, это ворота, так сказать, во тьму, потому что все последние вот всполохи, там, ну, все-таки начало октября, это еще, ну, листва там зеленая, красная, желтая, еще красиво, золотая осень, бабье лето еще вполне может быть, а ноябрь, это, как вот Софья Андреевна Толстая говорила, никогда не устану повторять ее слова, ноябрь дно года, это вот самый, можно сказать, безрадостный, вообще унылый, темный, мрачный, противный месяц, почему? Потому что, ну, декабрь, как-то все-таки уже все, уже, фух, уже осень закончилась, ну, декабрь, как-то вот все, зима уже, тут Новый год сейчас уже как-то можно так это вот, так это потихонечку там елочки начать доставать, там, игрушки елочные, покупать уже во всю елочные базары, ну, не елочные, где-то новогодние базары работают, а ноябрь, это вот вообще, если пропади ты пропадам вообще, дно года, как называли еще ноябрь, сентябрь внук, октябрь сын, зиме родной батюшка, да, и вот именно ночь с 31 октября на 1 ноября, это вот эта самая, вот эта вот эта велесовая ночь, с которой мы сегодня, собственно говоря, и познакомимся, а ведь ровно через 2 месяца, ровно через 2 месяца, дамы и господа, все, уже Новый год, все, представьте себе, через 2 месяца останется все, будем там дорезать экстренно салаты там, или там, что называется, там, готовиться поехать там на какую-то вечеринку или чего, так, ну, погнали. Вот такие всякие картиночки, тут я это из интернета понабирал, уже из названия ночи сей понятно, что посвящена эта темная ночь богу древнему славянскому, богу Велесу или Волосу, как его называли. Некоторые исследователи, кстати, славянской мифологии считают, что Велес и Волос это разные, на самом деле, божества. Некоторые вот указывали, что вообще более правильно вот этот скотий бог, бог-покровитель скота, это именно вот Волос, а Велес это вот просто вот такое вот низшее славянское божество. После прихода христианства, разумеется, все эти капища, идолы, все эти Велесы, Перуны и прочее, они все были низвергнуты и все оптом списаны в бесов. В бесовство, древнее страшное проклятое язычество, оно было загнано по углам, притаилось по темным щелям, засело глубоко в нашем подсознании, но оно не умерло. Вспомним всю вот эту нашу любовь к фильмам ужасов, триллерам, там в детстве наверняка, если у кого-то нормалистов был, там играли в привидения какие-нибудь, там пугали друг друга, рассказывали страшные истории, устраивали там страшные розыгрыши и многое-многое другое. Все эти байки там про черных альпинистов, про домовых, леших, ведьм и всех прочих. Вот эти гадания там страшные, с зеркалами, со свечами и всем прочим, это наше стремление получить не просто заряд адреналина, это прорывающийся в нашу такую вот компьютерную информационную современность, древность, вот такой вот далекий-далекий атовизм седой старины, который не умер, а сохранился до нашего времени. Один из, вообще, вот культ Велеса, это один из древнейших восточнославянских культов, наряду с культом, вот, бога Перуна. Бога Перуна, потому что Перун это гром, война, дружина, оружие, власть, а Велес, это скот, жизнь, достаток, богатство, вот, мир, вот, мирское, повседневность такая ведь. Ведь на самом деле, важность скота для наших далеких предков никто даже не попытается как-то преуменьшить, ведь не даром же коров уважительно называли, кормилицами. И, понятное дело, что выживание семьи на полном серьезе связывали со здоровьем и выживанием скота. Поэтому, разумеется, без бога-охранителя было в данном случае невозможно абсолютно. В житиях некоторых святых, например, Авраамия Ростовского отдельно указывается противостояние святого и низвержение им разорения языческих капищ и, среди прочих, вот, именно идолов статуи Велеса. Хотя, вот, любопытный момент есть вот в Ленинградской области такой вот город не очень древний, ему 153 года, город Волосово, Волосово, который располагается на юго-запад от Санкт-Петербурга, и вон, центр Волосовского района Ленинградской области, и там герб, как раз, вот, зеленый щит, и на нем три золотые фигуры. Сидит на троне такой вот Велес, а из-за трона идут выглядывая бык и медведь. Вот, можете ли себе представить вот даже это у нас в современности имеется, да. Велес считался одним из богов-покровителей, и вот этот праздник, как раз, эта ночь была ему посвящена, вот, такое вот аллегорическое изображение Велеса, как раз, и как же, собственно говоря, все это отмечалось-то. Вот, наши предки далекие верили, что Велес, он человеку очень близок, причем даже к обычному человеку. Велес заботится и выделяет тех людей, кто, вот, ну, скажем так, обладает какими-то вот яркими мыслительными способностями, повышенной смекалкой, кто сообразительный, расторопный, предприимчивый, бойкий человек. Вот, если Перун, он как-то вот, ну, агрессивный, да, ярила, это солнце, которое всем светит, даже злодеем. Ну, вот, работа у солнца такая. А вот Велес, он такой вот бог, с которым можно наладить вот такую вот коммуникацию. Велес в славянском пантеоне как бы уравновешивал две фигуры, белую и черную, светлого белобога и вот, демонического, страшного, мрачного, чернобога. Велес также занимался тем, что покровительствовал путешественникам. Считалось, что вообще для бога Велеса открыты врата, он может свободно путешествовать как по яви, то есть, ну, материальному миру, материальной вселенной, вот отсюда выражение наяву, 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 а не во сне, да, вот, ну, явь, вот, вот, вот реальный мир, да, наявь, это мир подземный, темный мир, это аналог преисподней, или аида древнегреческого, и правь, правь, это аналог такого вот, ну, асгарда у скандинавов, это вот, или олимп у древних греков, так вот, ночь с 31 октября по 1 ноября для наших далеких предков имела очень глубокое, такое, сакральное значение, почему? Потому что это ворота во тьму, холод, потенциальную смерть, это окончательное умирание природы, еще не пришла зимушка, зима, но уже все, гаснут, умирают последние отголоски лета, все, наступил самый безрадостный месяц в году, ноябрь, ну, хотя, знаете, а с другой стороны, а что это я вот так на самом деле на ноябрь, в ноябре может уже полноценно могут идти нормальные снегопады, я где-то читал такое, что удачными, кстати, месяцами для свадеб в наше время как-то вот читают февраль и ноябрь, а не вовсе какие-нибудь там летние, там, не знаю, июнь или август, в плане, если уж на то пошло, в плане свадеб, скорее, больше зловещую славу вот имеет май, типа, вот, потом весь месяц, всю жизнь мается, вот, и, как в любое переломное время, истончается грань между мирами и приоткрываются двери на ту сторону, можете мне вот, я, знаете, мне бы гусли сейчас сюда, только струны поперебирать еще осталось, знаете, как этот, этот, сказываю сказки, добавью вам байки, как кот Баюн здесь сижу на самом деле, надеюсь, не слишком витиевато я там и излагаю там. Так вот, в эту ночь зловещий демонический Чернобог забирает у Белобога к себе колу, колесо года, то есть поворачивает календарь в свою пользу, на себя. На время темная сила начинает превалировать в мире, а вот явь, реальный мир, погружается в холод и мрак. Но, однако, наши предки были уверены, что, конечно же, ноябрь и зима холодная пройдут, и через там, ну, пять месяцев, да, потому что, ну, марц все-таки еще холодный месяц, обязательно Белобог отберет кола у Чернобога и опять все будет расцветать, благоухать, трепетать, чирикать и так далее. Но, это будет потом. Называть, вот, знаете, что Хэллоуин, что Велесову ночь, называть прям вот уж праздником, ну, не совсем, на самом деле, корректно. Тот же самый, например, Хэллоуин, его ведь атмосферу праздника там принес такой вот шоу-бизнес. Это, ну, и просто вот эти вот детские забавы, там, ходить по домам, выпрашивать, там, какие-то вот угощения, конфеты и всякое прочее. Но, по большому счету, вот то, что у нас, у восточных славян, называлось калядовать. Калядовать, по сути говоря, дело, в общем-то, то же самое. Только, на самом деле, если калядки, в первую очередь, это, ну, люди там жертвовали что-нибудь вкусненькое, чтобы получить порцию словословий в свои адресы пожелания хорошего хлебного года сытости и вольготной жизни, то тот же вот Хэллоуин, это такое, как бы, игрушечное, но запугивание, что, типа, там, лучше дайте что-нибудь это самое, это вкусно, вот эта конфета. А то же ведь тут, ведь, знаете ли, это, мы же ведь тут это все, мол, припомним вам. Велесова ночь, она полна такого тайного, глубокого смысла, духи, могут бродить беспрепятственно до света, а ночь сильно увеличилась-то, дамы и господа-то. Вот, а все же, вот, в чем же принципиальный, вот, давайте подумаем, еще отличие Велесовой ночи от Хэллоуин? Ну, понятное дело, что совпадение, самое главное, конечно, это дата. Вот, и там, и там тоже считается, вот, ну, это какой-никакой контакт с миром мертвых, что есть с чем-то страшным и опасным. Безусловно, это тоже две вот эти традиции роднит. Считается, что Велесову ночь тоже можно было наряжаться какой-нибудь нечистью, равно, как и Хэллоуин. Но, все же, западный Хэллоуин это смесь церковного с древнекельтским. И, все же, в большей степени Хэллоуин, как не может даже показаться сегодня уже странным, это, ну, вот, аналог нашей такой, на самом деле, знаете, как родительской субботы. Как ни странно, это день почитания душ умерших, прежде всего, родственников. Ну, а поскольку еще это день всех святых, это еще и день почитания святых. А Велесова ночь это чисто язычество славянское и это именно вот переход власти над явью к тьме. Вот, наверное, в этом принципиальное различие, собственно говоря, дамы и господа. А, что, собственно, делать надо? Что, собственно, делать надо? Вы там это, дамы и господа, если что, приручите, чай пить надо горячий и вкусный из самовара производства комбината тулавар. Так что, вы там это, давайте, заваривайте, заваривайте там черный, зеленый, красный, там, с бергамотом, с ягодами, с клюквой, с чем хотите. Пряники доставайте, сушки, печеньки, всякое прочее. хватит там сидеть просто так-то. Чего я тут вам распинаюсь-то, просто так, что ли? Так вот, считалось, что в Велесу ночь любому просящему что-либо не рекомендовалось отказывать в его просьбе. Понятное дело, просьбы должны были быть выполнимыми и не сильно обременительными. Не хочу быть владычицей морской, чтобы золотая рыбка была на посылках, что называется. Считалось, что если подать в Велесу ночь просящему нуждающемуся, то взамен обязательно придут в дом сытость и достаток. в некоторых местностях Древней Руси мужчины традиционно с утра ходили на рыбалку, просили хорошего улова, бросали в воду какие-либо жертвы, скорее всего, то, чего не могло быть у самой реки. Посвящали их Велесу, водяному, да кому угодно. Это могли быть куски хлеба, пироги, каша, печеные яйца, что угодно, чего в реке не найдешь. Причем считалось, что по первой пойманной после такого рыбе можно было получить у духов богов ответ на то, приняли ли они просьбу, приняли ли они жертву или нет. в некоторых местностях считалось, что вот поймать первым ерша это примета плохая. Вот это вот такая рыбка, она вот что, это неть. Попасть в материальный, реальный мир, кроме всяких там нехороших, опасных, сердитых духов. Ну вот, пожалуй, можно какую-нибудь яркую картиночку на самом деле на экран вывести, а то что-то это все страшно, этот лес, как будто зловещие мертвецы снимаем фильм. Так вот, души умерших родственников тоже могли заглянуть вот сюда в реальный мир. поэтому с одной стороны из-за опасения в темное время суток всяких нехороших духов и сущностей, ну и из-за уважения к родственникам, которые незримо приходят к живым. Некоторые вот женщины, например, и дети старались этот день 31 октября и ночь, разумеется, Вересову, ночь вообще провести дома никуда не уходя, ну максимум только вот в отбор. Считалось, что умершие родственники, навещая своих живых потомков, они могут, если грамотно к ним обратиться, могут чему-то научить, что-то подсказать, дать какую-то защиту, оберечь или предупредить о чем-либо важном. Но получить такие наставления, конечно, можно было по большому счету только одним способом. Во сне. Поэтому наши предки уж на что ранние пташки были, в Вересову ночь на самом деле старались лечь спать особенно рано. В идеале даже вообще до заката солнца. Что мол тут полуночничь в темноту глаза таращить. Также считалось, что обязательно, конечно же, нужно угостить. Угостить этих потусторонних сущностей, преподнести угощение. При этом, конечно же, ни в коем случае, вот, кстати, в Вересову ночь не надо накрывать стол обычный, за которым в обычное время, в обычные дни сидят живые. Это вот что с приметой плохое. Какие-то лакомства, угощения оставляли, например, на крыльце или возле ворот, то есть за порогом, за порогом, вот такой вот мистический символ, то есть за границей мира уютного домашнего и опасного окружающего. Ну, конечно же, уважить можно было вполне и домового, самую близкую, самую полезную, наверное, для человека, пусть нечисть, но без которой никак вообще. Оставляли угощение и читалось, что домовой, какой ему там не мог быть шкодливый или какой-нибудь еще, все-таки как-никак домовой воспринимал дом, где он живет, как свою территорию, он ее защищал, оберегал и волей не ли волей, но как-то все равно он живущим помогал. Знаете, как вот это вот, как сказал Рузвельт про кого-то из династии Самоса, вот, Никарагуа, диктаторы, так и домовой, типа, живущие тут, они сучьи дети, но они, блин, мои сучьи дети, как-никак, тут уж как бы вот обижать-то совсем не стоит. Тоже подносили лакомство, задабривали его, что ты уж там это, если что, так это подсобису против нечисти-то, которая тут бродит-то кругом, ты хоть нечисть, но ты хоть как-то поадекватнее, что ли. А если человек все же за какой-нибудь нуждой, особенно в темное время, выходил на улицу, то считалось, что лучше как бы надеть маску, защитить лицо или, может быть, даже переодеться в какую-нибудь нечисть. Для чего? Помните, вот, Фантомас против Скотланд-Ярда комедию французскую Анри Юнебеля с как раз одной из главных ролей, где играл великий Луи де Фюнес. Когда вот там он со своим помощником отправлялся там это в замке-то привидение-то искать, и он, когда одно привидение встречает другое привидение, оно что сделает? А его помощник такой испугается. Нет, идиот! Оно принимает нас за своих. Оно приближает, приближает. И вот в момент мы на него набрасываемся и арестовываем. Так же вот и здесь. Если вот вы надели какую-нибудь страшную рожу на лицо и переоделись нечистью, настоящая нечисть, если увидит вас, она примет вас, так сказать, за своего. И нападать на вас не будет. В некоторых частях нашей огромной страны на самом деле могли ассоциировать вот именно Велеса и вот эту ночь с яблоком. Да, вот яблоки. Вот. Его, например, могли класть под подушку, чтобы вот как раз именно увидеть сон, который после этого считался вещем или сном, который несет некое послание для человека. Ну, понятное дело, что Велесова ночь также считалась вполне успешно. использовать для гаданий и заговоров. Ну, понятное дело, кто о чем? Мужики на урожай, им семью кормить, девки на мужей будущих. Понятное дело, что сам процесс гадания может казаться не очень сложным, не очень страшным, но однако всегда наши предки помнили, что это обращение к потусторонним силам и если вы не умеете к ним, что называется, обращаться и не можете это сделать грамотно, лучше руками, крюками своими в это дело не лезьте. Не надо играть с потусторонними сущностями. Считалось, что в Велесову ночь были запреты. Все-таки опасное время. Ну, однозначно, конечно же, несмотря на любую нужду, вообще, напомню, не рекомендовалось в темное время суток, тем более, вообще, если на то пошло в полночь или после полуночи, вообще покидать дом. Вообще, в идеале, вот в идеале, считалось, с заката спать, валитесь и вообще не рыпайтесь, что называется. На улице нечисть гуляет, а тут в дом родственники незримо умершие приходят, а у вас какие-то нечистые силы прет куда-то на ночь, глядя в это. Угомонитесь, сидите дома, спите, елки-палки. Но и ведь на самом деле же порог дома вход в жилище часто оберегался различными оберегами, металлическими предметами, гвоздями, подковами и всем прочим заговорами. И вообще, на самом деле, в некоторых местах верили, что нечисть, как вот, например, те же вампиры, как считается, они не могут без приглашения куда-либо пройти. По-моему, в Европе верование есть, что дьявола аж вообще трижды приглашать надо, чтобы он мог куда-то зайти. поэтому ни в коем случае в Велесу ночь не принимали дома незнакомцев и вообще не приглашали никаких гостей. Ведь на самом деле нечисть же в облике человека обернуться могла и попытаться проникнуть в дом нечистая сила. Поэтому считалось, что не надо. Ну, как кот Матроскин в такую ночь свои дома сидят на печи спят только чужие шастают. Также ночью и вообще наши предки очень большое значение вкладывали в силу слова. Поэтому старались не ругаться, не скандалить, не материться в Велесову ночь, потому что любое малейшее сказанное в сердцах слово или фраза могло превратиться в полноценное страшное проклятие с самыми неблагоприятными последствиями. Поэтому за речью следили, базар фильтровали как положено, ссор и грубости не допускали. Также ни в коем случае считалось, что нельзя. Вообще вот этот вечер в ночь считалось, что весьма не рекомендуется сплетничать и судачить, тем более говорить что-нибудь обидное и плохое как о живущих, так и о их умерших родственниках, потому что родственник мог незримо придя это услышать и как-нибудь потом это припомнить. Дух, который затаил обиду, может своему роду больше не помогать или даже напротив насылать беды за такое непочтение. Считалось, что да, пораньше спать, лечь, от заката до восхода считалось, что вот именно в эту ночь Чернобог и Белобог встречаясь, беседуют друг с другом. Считалось, что бодрство в нем не стоит смущать богов, а нужно спать и видеть с яблоком под подушкой сны какие-нибудь вечные. Также рекомендовалось, если уж не спите, то хоть в окна не смотрите, чтобы не дай бог не увидеть там чего-нибудь запретного, страшного, нежелательного. Ну и конечно же вот одно из главных правил фильмов ужасов, дамы и господа. Включите этот долбанный свет. Вот как в фильме ужасов, да, вот вырубает свет, ах, надо обязательно в подвал сходить или на чердак сиди, там, не знаю, свечки, зажги и сиди при свете, чучело, куда тебя прет-то? То есть если уж на то пошло, вон, видите, сколько света вокруг, вот так вот и надо. Считалось, чтобы на окне горела свеча. Возможно, это древний вот переджой, это катавизм, увидеть все-таки триумф света над тьмой и холодом. Ну, вот как-то так. Вот как-то так наши предки вот отмечали Велесу ночь. Вот. считалось, что в лес уже относительно можно безопасно ходить. Почему? 17 октября в Ерофеев. День лешие сквозь землю проваливаются и сквозь землю проваливаются и до весны они в лесах уже не появятся. Да, вот такая вот история. Ну, вот как-то так, дамы и господа. Вот такой вот вечер у нас сегодня получился. Что же, всем желаю приятного вечера, всем желаю хорошего чаепития, всем желаю хорошей погоды. Вон, теплынь-то какая, завтра вообще, завтра 1 ноября, завтра плюс 15, что ли, там это обещают, ну, завтра, наверное, в куртке вообще легкой, в осенние уже пойду, потому что, ну, правда, нормальный месяц ноябрь наступает, будут еще впереди у нас наши эфиры на самые различные темы, будем очень благодарны вам за репост данного прямого эфира к себе на страницу, вдвойне будет приятно, если страница у вас не, аккаунт у вас не закрытый, а для всех открытый, всем говорить о том, что есть вот такой самоварный комбинат Тульский Тулавар, можно приобрести через интернет разнообразные тульские самовары вам привезут, и пусть, друзья, знакомые, родственники, коллеги подписываются на сообщество Тулавар здесь в ВК, а мы еще всякие разные эфиры обязательно для вас замутим. Спасибо всем большое за внимание, всем приятного вечера, всем счастливого ноября, всем пока.